В сегодняшнем видео мы расскажем о отношении Франции и Армении. Досмотрите это видео до конца и вы узнаете, какие цели преследует Франция в отношении к Армении. Подписывайтесь на наше обновление, чтобы быть в курсе о всех новинках на нашем канале. Для этого достаточно всего лишь нажать одну кнопку, кнопку подписаться. После этого можете продолжить просмотр этого видео. Обязательно досмотрите это видео до конца, мы начинаем. В сентябре 2006 года с государственным визитом в Армении находился президент Франции Жак Ширак. Слова Жака Ширака взволновали армян. Он сказал следующее. «Я с глубоким волнением знакомлюсь с армянской землей. Я испытываю волнение и уважение к героической и трагической истории армянского народа, на судьбе которого до сих пор лежит печать геноцида, жертвой которого он стал в Первой мировой войне». Сегодня корни около полумиллиона французов восходят к армянской земле. Они принесли во Францию свою отвагу, свой талант и свое благородство. Но они остаются связанными с Арменией. В знак уважения этой связи вы пожелали назвать эту площадь в центре вашей столицы именем Франции. От имени всего французского народа я выражаю вам благодарность. Площадь Франции будет символом нашей дружбы. Государства и нации растут, принимая ошибки прошлого. Было бы хорошо, если б Турция признала свое прошлое. Я еще раз хочу напомнить, что Франция на официальном уровне признала геноциды армян. Я хочу верить в это, так как знаю цену войне. Я верю в способность армянского народа бороться за мир. В сентябре 2001 года следующий президент Франции Николай Саркази адресовал поздравительное послание президенту Армении Сержу Сарксяну по случаю 20-й годовщины независимости Республики Армения. Армения построила демократию, перешла к рыночной экономике и нашла свое место на международной арене. Она осуществила это также благодаря смелости и трудолюбию своего народа, которому воздают должное. В течение тех лет Франция и Армения, объединенные древними и прочными историческими связями, развивались и непрерывно углубляли плодотворное сотрудничество во всех сферах. Будьте уверены, что Франция рядом со своим другом Арменией, чтобы помочь ей противостоять вызовам. У меня будет повод вновь поздравить вас и во все услышания выразить дружбу Франции во время вашего скорого официального визита в Париж, а затем во время моего государственного визита в Армению. Которое я буду иметь честь и удовольствие совершить в ближайшее время. Пишите свое мнение в комментарии под этим видео, что вы думаете на этот счет. Была ли демократия в те годы в Армении? А также пишите свое отношение к президенту Франции Николе Саркози. Как вы к нему относитесь? А тем временем мы продолжаем. В мае 2014 года состоялся визит Франсуа Оланда. И он сказал следующее. Наша цель – укрепление связи между Европой, Францией и нашими независимыми и заботящимися о своем развитии партнерами. Мы делаем так, чтобы эти страны смогли свободно выбрать свое будущее, сохраняя хорошее отношение с соседями. Мы должны сделать все, чтобы самые болезненные проблемы могли быть разрешены. Прекрасно известно, что трудности армянской экономики упираются в закрытие границы и Карабахский конфликт. Выход в разрешении политических вопросов. Моя цель – не осуждать, а попытаться лучше понять позицию Еревана в этом вопросе. Европа должна понять, что особые условия Армении диктуют необходимость особого подхода в процессе ее сближения с Европой. Как вы относитесь к тому, чтобы Армения сближалась с Европой? Свои ответы пишите нам в комментарии под этим видео. В октябре 2018 года Эммануэль Макрон, выступая на саммите Франкофонии, сказал следующее. Франция отвечает Армении ответной любовью. Достаточно произнести Армения, и у людей в Париже, Леоне, Марселе и десятках других городов пробудятся самые светлые чувства. Для Франции Армения – это не только многовековая культура и история. Это и тысячи армян, которые прибыли сюда после великой трагедии своего народа. Они подарили Франции многих артистов, ученых и спортсменов. А многие армяне защищали нас с оружием в руках, как свою родную страну. В эти дни нельзя не вспомнить Шарня Знавура, любимого и в 84 странах Франкофонии и за ее пределами. Сегодня в Армении собралась семья стран со всей планеты, со всех пяти континентов. Семья, которая многое объединяет. У нас разные акценты во французском произношении, разные культуры, разные мировоощущения. Но мы все идем в одном и том же направлении. У нас общие ценности, мира, братства и защиты прав человека. А на этом у нас все. Оцените наше видео подпиской, если вам понравилось это видео, а также ставьте лайк под этим видео. До скорой встречи. Спасибо вам большое за просмотр.